В концертах и звучит первый концерт для протопиана с оркестром Петра Ильича Чайковского. В одном из писем о детьми филаритов и фунек читаем. В 1874 году я написал концерт для протопиана. Так как я не пианист, мне необходимо было обратиться к специалисту-виртуозу. Мне нужен был строгий, но вместе с тем дружеский, расположенный ко мне критик. В качестве этого критика Петр Ильич выбрал Николая Рубинштейна, и он преклонялся перед этим музыкантом и выдающимся пианистом. Но Рубинштейн не помил и не принял новое сочинение Петра Ильича Чайковского. Он подверг его огуренной резкой критике, сказал, что концерт никуда не годится, требует кардинальной переделки. «Я не изменю в своем концерте ни одной ноты», — ответил Чайковский. «Я напечатаю все в таком виде, в каком этот концерт есть теперь». И он не только так и сделал, но вычеркнул из партитуры посвящение Николая Рубинштейну, и вместо его имени внес имя Ганса фон Бюлова, который и стал первым исполнителем этого сочинения. Прошло почти полтора века. Этот концерт является шлягером мировой концертной эстрады. Трудные эти сочинения, которые исполнялись чаще бы, чем первый протопиальный концерт Чайковского. И за долгие десятилетия, особенно в XX веке, сложились и уборелились устоявшиеся исполнительские и интерпредаторские клиши, которые стали уже довольно привычны нашему услугу. Но тот концерт, который прозвучит сегодня, станет для вас, дорогие друзья, настоящим откровением. Такой первый протопиальный концерт вы еще не слышали. В качестве солиста выступит выдающийся музыкант нашей эпохи Андрей Габрилов. Он играл этот концерт с 14 лет и выучил его наизусть всего за неделю. Но, как сказал музыкант, чтобы понять это произведение, осознать глубину и истинность его замысла, нужен колоссальный опыт. Опыт мастера, опыт музыканта. Андрею Габрилову понадобилось для этого около 40 лет. Опыт человеческий, исполнительский, музыкантский, духовный, религиозный. Вот столько всего необходимо было для того, чтобы понять сущность этого произведения. Начальная фраза концерта известна любому человеку в любой точке нашей планеты. И она обычно воспринимается как такой торжественный апопиоз, как бродубное начало произведения. Сегодня эта фраза будет звучать как глаз Бога, глаз Творца. Затем последует картина «Сотворение мира». Перед нами явится Бог, творящий мир, Чайковский, который будет творить свой музыкальный мир, сотворять свою музыкальную гиперию. А затем последует драма, последует и отвратимый рок, и фатун, которые преследовали композиторы всю его жизнь. Хрупкость, ранимость, страх перед светской жизнью, мольбы о прощении за грехи, предчувствие трагического своего исхода – все будет в этой музыке. Об этом же Чайковский напишет своему правду примерно в это же время. Я очень одинок. В моем характере есть отчужденность, страх людей, робость, неумеренное застенчивость. Представь себе, что я часто останавливаюсь на мысли о монастыре. И вот вся его жизненная человеческая драма, вся глубочайшая вера, вера созидательная, и воплотилась в музыке концерта, особенно в первой его части. Вторая часть – это образы будущих Евгения Онегина и Пиковой дамы. Мы с вами увидим чудные соврасовские картины русской природы, услышим выстрел из сцену дуэли Евгения Онегина. Абсолютно узнаваем будет образ старой графини, которая передается воспоминаниям о своей молодости, вспоминает Францию 18 века, вспоминает балы в Париже. Во второй части прозвучит подлинная мелодия французской шерсонетки, которую, кстати, Чайковский со своим братом Николаем очень любили напевать вдвоем. И, наконец, третья часть – это дань любви и преклонения Петра Ильича Чайковского перед гением Николая Васильевича Гоголя, его бессмертными творениями «Ночь перед Рождеством», «Вечеря на пути» и «Бреззекайке», которые воплотились также в музею «Черевички». Итак, Петр Ильич Чайковский, концерт номер один для портепиана с оркестром «Сиби моль минор» в трех частях. Исполняет теоретический оркестр «Самарской филагонии», дирижер Михаил Щербаков, солист Андрей Гаврилов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКО大概 يوم СПОКОНАЯ МУЗЫКА Спасибо.